Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Затейливый швед Андерс Веберг обнародовал 7-часовой трейлер своей грядущей картины «Атмосфера» Ну или по-английски «Ambience» Которая выйдет 31 декабря 2020 года и как обещает творец, будет длиться аккурат месяц, 30 суток Ленту он, угрожает принципиальный Андерс, покажет лишь единожды на весь мир разом После чего оригинал планируется концептуально уничтожить Для тех, кто не знает, мы просмотрели уже больше 5 минут Я боюсь пропустить Если вдруг что-нибудь Он, наверное, и трейлер тоже разома показал всему миру Но нет, его можно смотреть Нет, это не пиратское, он его официально опубликовал То есть можно зайти, включить Если у тебя есть лишних, полтора часа, посмотри А что за спойлеры? О, каких полтора часа? Семь часов лишних? С этим спойлером, как я потом буду 720 часов смотреть? Да хорошее, нормальное, я три раза уже пересмотрел В любом случае, проект станет одним из самых эпичных фильмов в истории нынешней цивилизации По крайней мере, в плане метража и градуса сопроводительного меланхоличного безумия Вот знаешь, глядя на все, я вообще рад, что нас никогда в жизни, я думаю, в России не легализуют никаких там Ни тяжелых, никаких шведов, никаких затенев Ну, кстати, это не самое прикольное в этом фильме Вот этот 430... Смерть, да Ну, понимаете, да, что... Мы же знаем, да, что к любому фильму современному есть, как бы, сам фильм длинный, да Ну, в данном случае 720 часов каких-то там... Каких? Да, есть трейлер, есть тизеры Ну да У этого фильма тизер тоже есть Сколько он длится, мне кажется? Тизер длится ничтожные 72 минуты А, ну да, это совершенно ничтожное Прямо рубит постоянно, каждые 10 минут что-то происходит в кадре Ну, а ты потом не догоняешь связку уже, понимаешь? То есть, ладно, ребят, вот вообще вот Это, конечно, ха-ха Но я же... Какую ха-ха? Передача-то у нас серьезная, да И вот я сейчас серьезные вещи буду говорить Вот эти все затейливые шведы, которые пришли со своими мыслями, да Они вот просто... Просто... Ну, это молодежь, это новоделы, это новомолы Понимаешь, это все классика, все было Вот это что? Это пляж Санта-Барбары, жалко Если что, если вот зрители видят, да Это фильм не на паузе сейчас стоит Ребята, поймите простую вещь Вот, я помню, когда я... Любовь По-моему, в школу пошел, Санта-Барбара Нежнее, нежнее, лови Написано лови Лав, да, лав, надо погладить, а Потом я уже успел в армию сходить, понимаешь, да Уже успел там... А фильм все шел А фильм все шел, поэтому... Это ерунда по сравнению с Санта-Барбарой Это, господи, один эпизод с пляжем и все Вот смотри, он сейчас... Он как раз к тому времени из комы вышел Круз побежал, да, вон, ага С Джиной все, пожалуйста, бежал Да, вот В общем, вот этот затейливый швед А Андерс Веберг, да Он угрожает В 2018 году Выпустить свежий трейлер 72 часа будет длиться свежий трейлер Он просто нарежет как раз к тому времени Пусть угрожает кому угодно, там, лишь бы не России Да Я думаю, в 2018 году России угрожать не надо Там у нас... А у нас там футбол выйдет, да То есть выборы президента Нас трейлером 70... Мне режиссеры показывали, подсказывали, что Наш затейливый швед Уже три года выпускает свежий А поэтому я как-то не подумал А кто у нас затейливый швед? Я думаю... Мы его знаем как Павла Павла Мне кажется, мы должны процитировать классика тут Отсель, грозить мы будем шведу Назло надменному соседу А это кто такой вообще? А это следующая новость Таташоп? Просто чтобы не тратить эфирное время И не смотреть 439 минут Экшена Люто... Люто го Это мы докатились, понимаешь? Мы переходим к следующей новости Мы докатились до того, чтобы фотошоп обсуждали Не менее веселый А это не фотошоп Дело было так Приятели взяли в путешествие Картонную копию друга Которого не отпустила невеста Мальчишник все смотрели, да, фильм? Да, да То есть невеста, судя по всему, посмотрела этот фильм Перед тем, как друзья-приятели собрались ехать И сказала А, шиш тебе! Иначе я тебя по всему вегасу ловить не буду В общем, Кевин и его друзья решили отправиться в путешествие Но в последний момент невеста... Кевин это кто вообще? Кевин это вот он Кевин Картонный Кевин Возможно, вон там его Кевин? Я не знаю, вот как-то... Резиновый друзья Ниже покажи Кевина Нет, вот, вот Они накурили Кевина Наша программа против наркотиков и накурить И Кевина, да А кто накурил Кевина? Это кто? Не знаю В общем, Кевин и его друзья решили отправиться в путешествие Но в последний момент невеста запретила молодому человеку уезжать Друзья отменять поездку не стали, но и без Кевина ехать было неправильно Но настоящие друзья, я считаю Пацаны вообще ребята Поэтому они взяли с собой в Монреаль картонного Кевина И тот погулял на славу Оттянулся, так сказать Я бы на месте Кевина, наверное, в самом начале бы уже задумался вообще Стоит ли мне выходить замуж Жениться точнее Да, стоит ли... Я бы на месте Кевина тоже задумался, стоит ли мне выходить замуж И на месте Кевина, и на месте... Да, я бы тоже насчет замуж И на месте его друзей Жениться на девушке, которые изначально... Погоди, стой, погоди, вот смотри Вот, я просто покажу некоторые фотки, избранные, да, из его поездки Я на самом деле издевнулись, я думаю, тем самым Да, там, он просто понимает, что его могло бы ожидать А я думаю, что после такого У его невесты есть основание Разводиться уже, ты понимаешь? Вот с этим, с картонным Кевином Не факт, не факт, то есть картонный Кевин Он на самом деле может быть гораздо харизматичнее Ребята, минуточку, давайте вот как Нет такого понятия, как картонный Кевин Или картонный я, например Или бумажный ты, или тряпочный он Если честно, если бы тебя сюда картонного Было бы пользу больше Я понимаю, да Просто денег не хватает на картонного Поэтому приходится настоящего использовать Когда мы ставим сюда картонного Это мой представитель И вы выплачиваете мне деньги За то, что мой картонный представитель здесь сидит Точно так же Юридическая страница от Виталия Ханихоева Да, поэтому нифига подобного Вот это что? Это символ человека Символ человека совершает развратные действия Он качается Но здесь он качается, у меня претензий нет Кевин качок Кевин качок, я согласен А вот здесь уже нет Здесь Кевина подкидывают вверх Кевин молодец Что там дальше Виталий на всякий случай стал защищать Кевина А вдруг А вдруг Если что, да Если будут разводиться, я имею в виду Вот эта фотка мне больше всего нравится Я ему завидую Ни капец Этому картонному Кевину Я завидую В общем Вот то, что я сказал выше Это версия друзей Кевина Есть еще версия Кевина Давай Кевин говорит У него двое маленьких детей Это во-первых Поэтому он изначально не собирался ехать с друзьями в Канаду Картонных Он и не смог бы поехать Вот здесь вот Дети резиновые Дети из чего сделаны Вот здесь вот В скобках, да Кто-то уточняет Он и не смог бы поехать У него нет паспорта То есть здесь вообще У него только картонный паспорт Да, у него нет паспорта Он уверен, что вся поездка планировалась так Чтобы взять в нее лишь картонную копию Вот так вот Вообще Это вся фишка Друзья вообще не друзей Товарищи О том, что все эти мальчишники И все гулянки Они тебе-то не нужны Все такие Ну то есть Нафиг там В принципе достаточно символово присутствия человека Да Вот когда это все происходит Мне бурятские свадьбы сразу вспоминаются Вот вот это все Каждый раз встали Морды постные Да И там какой-нибудь тридюродный дядька По какой-нибудь линии рассказал А потом песни начинает петь И вот жених и невеста стоят Видно Они уже в обмороке Видишь, что они уже картонные Да Картонные такие Они уже Вот, надо ставить картонных жениха и невесту А сами там кушают Там пьют Веселятся Понимаешь? За ними сзади так поддерживают Да, да, да А то свадьба превращается в черт-что И ведь не много таких вещей На похороны Твоя функция Ты там стоишь с постной мордой И все Почему стоишь? Лежишь Да Если это твои Твоя функция Кстати, тогда тоже можно положить картонного Да? И вот он лежит картонный Ребята, вы развлекайтесь, я пошел Вокруг все картонные? Я вообще предлагаю тогда, ну, если уж дальше масштаб не думать, да Там в каждый город России Просто по картонному Путину отправить Ой, ну, по-моему, вот это пугало И периодически И периодически И периодически И периодически Ты в кабинет к мэру просовываешь Вот так ему голову А, все уже Дороги починил, все Взятки обе Рукой так его Оп, оп, оп ГИБДД уже давно Да, и дальше Следующий-то момент Да, картонные гаишники уже давно есть Вот у нас сейчас гигантские траты на армию А вы представляете Вот Киеве, он практически что надо делать? Он поднимает на бароноспособность стороны Иностранцы А у нас армии гигантские Вот прямо вот, знаешь, злобных таких картонных солдат Картонные танки А это же уже есть Вертолеты Картонные ракеты Вертолеты, да Чтобы их сбирали А главное, как промышленность-то картонная поднимется? Да, не говоря Можно будет даже вот Дерипаска уже там со своим русалом Он будет не в тему Там будут новые олигархи Вот эти картонные олигархи Поставили два картончика сюда И вместо них тоже Картонный олигарх А у тебя похожа Да ты олигарх картонный Ну как-то так, да? Да А ты действительно картонный стоишь Да, я олигарх, да, картонный А тебе нечего Тебе нечего в свое оправдание сказать Ну и что ты на картоне поднялся Хорошо, не бумажный, понимаешь? Ладно Следующая фотка Не тряпошли Вот сюда переезжаем Это Кевин дальше гуляет Понимаешь? Она не очень понятная Но это запись с камеры наблюдения Я вижу Кевина, вон Это единственная фотография, которую удалось найти А новость гласит следующее В Бразилии грабители банка обмотались фольгой Собственно говоря, на этом новость Зачем вообще? Я знаю зачем Смотри Излучение Они думали, что их похитены планетяне В момент того Или правительство прослушивает их мысли Да, да, да Поэтому, чтобы не прослушало их мысли Они запутались фольгу полностью Слушай, но Смотрите, как они Чтобы камера еще бы Я бы им посоветовал Геморройной мазью можно обмазаться Говорят тоже там эти Не читают же, как в листе Каждую камеру Каждую камеру обмазать И потом бегать как-то В общем, ребята обмотались фольгой И пошли грабить банк Ну, собственно говоря, что тут странно Усмотрите То есть для тебя это нормально Да вообще, я как бы нормально А вы заметили вообще, как новость строила? Он такой говорит Ребята, говорит, обмотались фольгой Такое ощущение, что он их знает Ты сразу скажи, что это парни Один из них хватает Раули Павлу Раули Павлу Да, это не соседняя улица у нас здесь Не, нормально Наши бы тоже могли обмотаться Вот посмотрите на фотографию С какой дотошностью Они подошли к процессу обматывания То есть они целиком обмотались Я не понимаю вообще Он стоит, сидит Он стоит Это космонавт, видишь Вот это голова Он грабит банк Это голова Он грабит банк А он бежит Уловка И смотрите дальше новость Уловка сработала И сигнализация промолчала То есть сигнализация на них не отреагировала Но грабители забыли о камерах видеонаблюдения И сняли Благодаря этим камерам мы и имеем этот эпичный кадр Не, ну их не нашли Подожди Они потом домой пришли Все в фольге Идут такие Идут по улице Нас же никто не видит В Praia Grande Бразилия Грабители банка обмотались фольгой Чтобы обхитрить сигнализацию Уловка сработала И сигнализация молчала Но полиция все равно сорвала планы преступников Забывших о системе видеонаблюдения Полиция опубликовала фотографии этих людей Ну то есть там у них в бразильской полиции У вас родные дебилы Позвоните по такому Они опасны для общества Дебила, который обматывается фольгой Да, это я Нет, они просто сказали Эти люди опасны для общества Сдайте их на аналог бразильской стеколки Ну нет, на самом деле Деньги можете оставить себе Если бы я пошел грабить банк Я бы в первую очередь подумал о камерах Уже во вторую сигнализацию Полиция опубликовала фото людей Ползающих по полу банка Больше похожих на космонавтов Чем на грабителей Преступники в спешке оставили несколько улик Блин, как жалко, что нету записи В том числе паяльные лампы Которые они планировали использовать Чтобы открыть сейф Они бежали с места преступления В белом спортивном автомобиле О боже Ну в общем они сделали Не обмотанный автомобиль Не обмотали Фольгой? Не, они его стикерами обклеили Слушай, ну слушай Реальность со стилем, да, ребят? Знаешь, это стильный парень Ну это вот мне кажется Такой посыл, чтобы кто-то там Из режиссеров очередного Друзья Оушена Снял вот что-то Интеллигентное такое преступление Одиннадцать таких космонавтов Обмотанные фольгой Одиннадцать космонавтов Нет же, у них же не было такого Что там они ворвались там Одиннадцать марсиалов Там тыкали там Давай сюда деньги Ну это прям Да, они забежали в банк Упали на пол, сали ползать там И они такие смотрят А они же невидимые Люди получают такие там Свои там А мне вот интересно Они когда обматывались, да, фольгой То есть ноги, они как Обе ноги вместе замотали Или каждую по отдельности Слушай, они каждый паясь Мне кажется, по отдельности Здесь, да? Потом ботинок Еще ботинок сверху Ботинок сверху Ну там очень много А в фольге у них там Ребята заморочились, да? Я уверен, что Даже если бы они ограбили этот банк Да, ну и денег бы им хватило Ну сугубо вот свои расходы На фольгу, короче, выплатить В ноль вышли, да, ништяк А вычислили все Зато костюм И в следующий раз Еще заработаем Знаете, раньше В детских вот этих Оздоровительных лагерях Было там Конкурс костюмов Избросового материала Да, там мешки И всякие вот эти вот ребята Нет, я не помню Ты не помнишь Ты по лагерям не ездил, да? Он фольгой не обматывал По лагерям Только по поселению Жизнь человека милого Вот, понимаешь? Идем дальше Подозреваемого Идем дальше Ты житель Все-таки не спасло Я предлагаю Подводя итог Да Я вообще вот Пока тут у нас Я все-таки Я все-таки Вам включу Ну, чтобы был Какое-то фоновое сопровождение Да, я вам включу Фильм Пусть идет дальше Если кто-то увидит Экшн Звоните Срочно А вот я вижу, смотри Ходит кто-то Двое Ого Это же порноха шведская Здесь Смотри Призраки Здесь Ладно Не отвлекаемся Житель Челябинска Провел к себе Домой пивопровод Пивопровод Пиво подается в квартиру Из магазина Правильно Пивопровод 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 А, отлично Пивопровод Ладно Пиво подается в квартиру Из магазина Расположенного Этажом ниже Андрей Пиво подается в квартиру Ремеева С отдельной кеги В холодильной камере Магазина Инженер заведения Подвел пивопровод Гиккими шлангами К стене Где проложена Магистраль Из нержавеющей трубы Из нержавеющей трубы Оборудованной Системой охлаждения Вот вам, ребята Секрет вечной молодости Нафига, скажи, человек Засчитывает там Технические характеристики Сама по себе Эпическая новость Пивопровод Это уже эпическая новость Вдруг кто-то захочет Здесь просто сразу Ты понимаешь, романтику Найдите магазин Внизу у себя под домом Или откройте Зарегистрируйте ИП Получите ИПБ Есть тут такой рыцарь Сыр кайфалом Это вот ты Сыр кайфалом Ты вот сейчас кайфаломаешь Потому что У каждого мужчины В голове Когда он думает О пивопроводе Вот смотри на него Видишь, глаза заблестели Это не так, что Где-то внизу кега стоит А это мечта-то какая Что я открываю Кран водопроводный И никакой кеги нету А есть Нескончаемый объем Дорогая, я в душ Да Да Ты понял, да? Ты скоро? Нет Ты там уже неделю сидишь А, моюсь Что проще А дорогая заходит Она там такая Пена из ванной Хлещет Да Через борта И чтобы ты понимаешь Когда ты набираешь ванну Группа Любе Предсказывала это Вы помните, да? Если было море пива Любе это Дюна А, Дюна, Дюна, Дюна Любе, извините Любе, извините Они не смотрят эту программу Я все-таки надеюсь Я надеюсь Ты завязывая Мы выходим на высокий уровень А ты хихикаешь Едем дальше Любители пива Тоже могут смотреть нашу Вспоминая группу Дюна Ребята Вы никогда в жизни Не выйдете на высокий уровень Поэтому Можете даже не стараться Вся не группа Дюна Возможно и смотрит Да Это у нас тут был кассетник Да, мне кажется Группа Красная Плесень Просто не отрывается от нас Да Судя по тексту И вот, кстати Музыкальная новость Прилетевшая к нам Из Белгорода Он как у нас Смотри, все концептуально А он продолжает Свою линию гнуть Я же наконец-то Начал готовиться К выпускам Да, я Мы тут шутим А он пытается Свою хрень просчитать Да Я гну свою линию Давай, давай Сергей Шнуров Оштрафован За мат на концерте Ой, не в первый раз Слушал Мне интересно За какой конкретно Они просто подходят к нему И он такой поет А, мать Ему раз квитанцию Твою Раз квитанцию И каждый раз Насколько я знаю Первый год вообще Это все дело Объявили То, что нельзя материться Со сцены И все прочее На фестивале нашествия Это вот было за два месяца Это фестиваль нашествия Все-таки он ходит туда, ты понимаешь? За два месяца Вышел Шнуров А теперь мы знаем, что Вышел Шнуров Матерился Ну там каждый из рокеров Выходил и говорил То есть, ребята Нельзя материться Поэтому если у нас есть песни с матами То материтесь вы А мы не будем И в конечном итоге Уже спустя Там все свое выступление Группа Ленинград Рассказав все маты Которые у них были в песне Говорит Ой, извиняюсь Мы забыли Я с тех пор Просто из их гонорара Вычитали вот этот штраф Организаторы Наши За каждую Но, между прочим Дорогие друзья Если он успеет оплатить штраф В течение 20 дней Он может платить его А это, по-моему, только гаишных штрафов касается Да По-моему, гаишных только или нет Гаишных и Шнуров Я думаю, что здесь мы должны Просто даже на предоплату перейти То есть Шнуров знает Что он придет и будет материться Да, он заранее А уже же перешли Вот, из гонорара Не, а вы знаете, мне кажется Вот кто Роскомнадзор, да, по-моему Ну да, я все Ребята, ну по этому поводу У меня шикарный анекдот есть Кто занимается штрафованием шнура? Не знаю Сейчас, сейчас Секундочку Я вспомню Шнуркомнадзор Шнуркомнадзор За шнуром отдельно надо чего-то Шнуркомнадзор В общем, идет бабушка Ты только предупреди Нам надо будет твой анекдот запикивать или нет? Одну фразу Одну фразу Лицо замутил Паша, готовься Да, одну фразу мы запикаем Все остальное нормально В общем, идет бабушка такая И сидит такая Она же хипстоватая Чудо непонятное Она к нему подходит Говорит Сыночек, подскажи, пожалуйста Как мне там дойти До улицы Горького Ага Ну, он такой Не знаю, говорит, бабка Вон у легавого спроси Ну, подходит она к милиционеру Миленький, говорит, легавенький Подскажите, как добраться До улицы Горького Он такой Не, ну бабка, ну ты даешь Ну, что за дела такие Значит так, оскорбление при Так сказать, так далее Все такое проще Тебя штраф, говорит Тысяча рублей Ты такая Тысяча рублей У меня только пять тысяч Она такая А что делать будет? Ничего Миленький легавенький Миленький легавенький Миленький легавенький А на штуку Паша, ты успел? Мог бы не рассказывать На самом деле Да Вот Не мог бы не рассказывать По-моему, классно Собственно говоря, да Я думаю, как это происходит Ребята, я такой анекдот знаю Вот это реально Из-за того, что мы запекали последнюю фразу Лучше бы ты минуту молчал Ребята, ребят, я такой анекдот знаю Вот он вообще отвратительный Реально отвратительный Дайте расскажу Нет, просто Офигеть Офигеть Нет, давай я расскажу Про пирата Ребята, это же юмористическая передача Я не могу Это серьезная юмористическая передача Да я тебе серьезный анекдот Сидит такой пират Ну пират У него там это Нога деревянная Там глаз Вот эта вот штука И крюк вместо руки Ну настоящий Сильвер Джон К нему подходит Молодой юнга И говорит Вот просто Вау, вы пират Вообще Как, говорит Маша еще раз приготовься На всех случаях Нет, нет, нет Все, ничего не будет Нормально Говорит, вот глаз как потеряли Ничего не будет Не успеет Тот говорит Да глаз, говорит Это ладно Ты бы видел Как ногу Не откусила Здоровенная акула Ваша компания Анекдоты рассказывает Самое то, да? А тот ему потом Все такие внимательные Спрашивает Да вы вообще Вы понимаете Просто Фишка в том Что я буду рассказывать Пока вы все Вот я сейчас Вот сейчас Я пропускаю слово Которое бы запикали Программной сетке Вообще передача Называется Ханихоев 2 плюс 1 Я вообще Представляю Игнорируем Ханихоева 2 плюс 1 Вот это будет Вообще Крутяк Игнорирует 2 плюс 1 Ханихоев здесь Рулик Так вот Я буду рассказать Сначала Значит так Сидит пират У него такой Крюк Поняли, да? Смотри Он служил Класс потерял Че, крюк он потерял Ему режиссер Подсказывает Он уже загуглил Этот анекдот в сети И рассказал уже Потом он, короче, говорит Главное, говорит Глаз Вот, говорит Крюк, говорит Меня отрубили В абордажной атаке Он, говорит А с глазом-то Что случилось? А, глаз, говорит На него чайка насрала И что, говорит Глаз от этого вытек? Да нет, говорит Мне тогда первый день Поставили вместо руки Крюк И я еще не умел им пользоваться Ясно По-моему, отвратительный анекдот Я сразу У меня фантазия бурная Я представляю себе Минутка Минутка лютого юмора Минутка лютого юмора От Виталия Харькова А я знаю А я его слушал Зачем же Понимаешь, у него В Сушане что-то теперь будет Едем дальше Едем дальше Не такая, конечно, интересная новость Как твой анекдот Я надеюсь, режиссер вырежет Все эти анекдоты Ну, сейчас, ага Новосибирская дорожная яма Завела аккаунт в Твиттере Дно Новосибирск дно Хэштег В социальной сети Твиттер Появился аккаунт, созданный От имени огромной дорожной ямы На улице Котовского В Новосибирске Гуглите, ребята На своей странице Препятствия Уже больше месяца Раздражающие водители Делятся новостями о себе И собственных переживаний Дорожная служба Новосибирска Действительно ведут борьбу Со слишком большой для мегаполиса ямой Но пока Проигрывают в неравном бою Эту военную хронику Также от имени ямы Передает новосибирец Дмитрий Мишин Который и создал аккаунт Дорожной аномалии Дорожная аномалия Это просто И далее вот этот Дмитрий Мишин Рассказывая В интервью Российской газете Он говорит Такое ощущение, что Эта яма была здесь всегда Ну там, Новосибирск Вокруг ямы построен Ну да, да Потом Россия образовалась Да, ее периодически У нас голову Ленина показывает Да, это вот когда первопроходцы шли О, яма Строим город Город сделаем Ага Да Ее периодически пытаются ремонтировать Но весной она снова появляется Так они просто не понимают Они вот туда бросают все Вот это Асфальт Технику Тартарары Рабочих В оранжевых вот этих штуках Они все туда Узбеков вы икатки. Вы последний Форбс читали, да, там, Слепенчук вышел. Смотрите, они уже ближе стали, эти ребята, к нам. Слушай, это меня пугает, ага. Да. Слушай, по этому трейлеру можно засекать. Вот они яму однако делают. Между прочим, заметьте. Они ремонтируют в черном, мне кажется, это выремя. Белый ремонтирует новосибирскую яму. Да, да. Это вот камера поставлена, да, внутри ямы, на дне. Парни время. Парни время. Заканчиваем. Что так быстро-то? Мы еще... До свидания. У меня еще столько-много анекдотов припасено. Давай, ты начинай рассказывать анекдоты. И мы как раз к следующему выпуску. И мы как раз убежим, да, из студии? Успеем убежать из студии. О, мне пора. Ты будешь мне рассказывать анекдот? Не буду я вам рассказывать анекдот. А я знаю. Вы не заслужили этого своим поведением сегодня. Я знаю. Слава богу. Я буду вас наказан. Значит, мы себя хорошо вели. Все верно. Все верно. Мне кажется, вот все-таки на первом канале это не так происходит, да? Вот они там говорят, какой ты молодец там. И вот это все. А у нас что? Давай их уволим, а? Всех. Вот из-за твоих анекдотов ты никогда мне в жизни не... Ладно, на первый канал. Ты в рай-то вряд ли попадешь. В Новосибирскую яму. В Новосибирскую яму. Максим. И то не факт, да? Ладно, всем спасибо. Все было круто. Субтитры сделал DimaTorzok